Европротокол, то есть возможность самостоятельно оформить ДТП без вызова полиции, работает в России с 2014 года. Осенью 2021-го запущены мобильные приложения — ДТП, Европротокол и «Помощник ОСАГО». Первое относительно простое и позволяет проверить полис и сфотографировать повреждения, однако ввести в страховую компанию бумажное извещение всё равно нужно. Другое приложение — «Помощник ОСАГО» — функциональнее и сложнее, причём от обоих участников аварии требуется подтверждённый аккаунт на госуслугах. Зато «Помощник ОСАГО» умеет полностью оформить ДТП онлайн. Оба приложения популярны. Очевидно, что оформление ДТП онлайн в приложениях страховых компаний сильно упростило бы ситуацию, и такая возможность появится. Российский союз автостраховщиков приготовил СДК-модуль, который страховые компании будут встраивать в свои собственные приложения. Модуль разработан совместно с Министерством цифрового развития. Все данные хранятся в РСА, поэтому даже если страховая компания уйдёт с рынка, информация не потеряется. В ближайшие месяцы страховые компании будут обновлять свои приложения, добавляя в них возможность оформления ДТП по европротоколу. К слову, по оценке РСА, каждый двадцатый автомобиль в России ездит вообще без полиса ОСАГО. «На наш взгляд, ситуация по именно тем машинам, которые не стоят на учёте, а которые эксплуатируются, потому что есть два показателя. Машины, которые стоят на учёте, их там порядка пятидесяти шести миллионов транспортных средств. А вот те, которые ездят реально машины, которые попадают под действие закона, их значительно меньше. Но по нашим оценкам ситуация, она не меняется, может, даже не улучшается. И мы оцениваем, что примерно 5-7% транспортных средств ездит сейчас без полиса». Ещё одной приметой весны оказался рост автомобильного криминала. Наметившийся дефицит на рынке запчастей злоумышленники пытаются восполнить тем, что уже установлено на автомобиле. «Мы контролируем 10% рынка, то есть договора автокаска сейчас примерно от 10 до 12% рынка охватывают. Мы видим по той статистике, которую передают страховщики, уже начинается увеличение количества заявленных убытков по риску угон и по противоправным действиям третьих лиц. Противоправные действия – это, как правило, в первую очередь, разокомплектация автомобиля». С января по апрель РСА насчитала 264 страховых случая. И это только застрахованные автомобили. По данным же Министерства внутренних дел, за первые три месяца 2022 года количество угонов выросло на четверть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова